Музыка Духовная музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Просвещение» программа «Высшая школа» и я ее ведущий Владимир Косинчук. Духовная культура во все времена рассматривалась как показатель состояния нравственного здоровья общества. Утрата народом духовных ценностей всегда сопровождалась великими социальными потрясениями. В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином был подписан указ о проведении в Российской Федерации года культуры. Несомненно, важной составляющей культурного наследия страны является музыка. Именно о ней и пойдет речь в сегодняшней нашей программе. А сегодня у нас в гостях генеральный директор радиоклассической музыки «Орфей» Ирина Анатольевна Герасимова, а также ректор Государственного педагогического музыкального института имени Ипполитова Иванова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валерий Иосифович Ворона. Здравствуйте! Я благодарю вас, что пришли в нашу студию. Сегодня, как вы понимаете, речь пойдет именно о музыке, о ее влиянии на историю и развитие государства. И мой первый вопрос. По вашему мнению, Ирина Анатольевна, 2014 год, год культуры. Какое место занимает музыка, в данном случае классическая музыка, в наследии русского народа? – Я думаю, что колоссальное, потому что наши просто перечисления тех композиторов, которых дала Россия миру, это фантастический список. Это и Чайковский, и Мусоргский, и Римский Корсаков, и Рахманинов, и Скрябин, и Валерий Иосифович добавит. Я так думаю, что если мы вспомним всех, то это будет... – Передачи не хватит. – Да, передачи не хватит. И, безусловно, вы знаете, что самый популярный композитор в мире, которого играют больше всех, это русский композитор. Это Петр Ильич Чайковский, это мы все знаем. И, конечно же, мне кажется, что то, что музыка занимает сейчас, скажем так, не то место, которое бы нам хотелось, всем музыкантам. – Вы имеете в виду классическую музыку, наверное, да? – Классическую музыку, да. – А вот что, на ваш взгляд, является классической музыкой? – Ну, на самом деле, для меня, вообще в широком понятии, в широком смысле этого слова, классическая музыка – это та музыка, которая успела стать эталоном. Я всегда говорю, чтобы было понятно молодой аудитории, которая очень увлекается модой, я всегда говорю, это музыка от кутюр. Вот есть высокая мода, а есть массовая мода. Вот мы – это высокая мода музыкальная, классическая музыка. А что касается просто вот всего того, о чем мы говорим в классической музыке, конечно, это очень интересный человек, который слушает классическую музыку. У него развивается вкус, способный отличить плохую музыку от хорошей. – Ну, я сейчас хотел бы задать вопрос Валерию Иосифовичу. Вы, ректор, вы общаетесь с молодежью. На ваш взгляд, классическая музыка среди молодежи, она популярна? – Вы знаете, это одна из наших таких острых проблем. У нас страна высших достижений в этой сфере, да? И одновременно сам народ и общая, что называется, масса и молодежи, и народов отторжена от этих достижений. Потому что раньше светское образование включало в себя гуманитарную составляющую, оно было приоритетное. Каждый обязан был уметь играть, танцевать, сочинять стихи, петь, рисовать. Если он чего-то этого не имел, его свет не принимал. – И знать язык. – И знать, конечно, не один. – Обязательно. – Не один, да. Его не принимал свет, это была как бы норма. Другое дело, что было расслоение общества до революции 17-го года. – До революции, да. Должен сказать, что в советское время в общеобразовательных школах уделялось много внимания. И общая, ну так сказать, в этом смысле осведомленность, информированность присутствовала, а сейчас ее нет. Сейчас вот это наш такой животрепещущий вопрос. Надо идти в школы, надо идти в детские сады, воспитывать свою аудиторию. И прежде всего надо идти в информационное поле, где академической культуры нет. Это надо развивать. Я имею в виду вот что. Нужен, видимо, какой-то закон о средствах массовой информации, где бы был весь спектр общества представлен на центральных каналах. Есть специальные каналы, да, слава богу, они будут развиваться. Но основные каналы, даже в новостях исчезла с разделкой культуры, понимаете, значит, ее как бы и нет. Вот часто сейчас говорят, что должна быть диктатура культуры, диктатура нравственности. Если мы помним, в советское время все-таки навязывался культурный стиль населению. И звучала классическая музыка с экранов эфирных каналов. И это обязательно музыкальное преподавание музыки в школах. Был такой уровень, который необходимо было соблюдать во всех направлениях. Вот как вы думаете, Ирина Анатольевна, может быть, действительно пора к культурную революцию в России? Вообще я противник слов диктатуры и революции, честно вам скажу. Сейчас об этом говорят. Вы знаете, на самом деле это вопрос разума. Это вопрос подхода системного, нормального, индустриального подхода к этой проблеме. Потому что что мне кажется, то, что я наблюдаю в своей деятельности, потому что решается какое-то очень важное дело. Например, объявляется год культуры. Что это означает? Я вот как раз говорила с одним из сотрудников Министерства культуры, как раз тоже интервью у нас было на радиостанции. И я ее спросила, слушайте, а вот как у вас-то это происходит? У вас же каждый год культуры. Вот чем отличается этот год культуры для вас от всех остальных? Она сказала, ну да, в общем, конечно, ничем. У нас там есть дополнительное финансирование на какие-то дополнительные проекты. Но самое главное, что, собственно говоря, и она сказала, и то, что я понимаю, что год культуры, вообще, это как некий имидж, это возможность обратить на культуру дополнительное внимание всех. И власти, и каких-то местных органов, которые могли бы просто лишний раз сделать что-то для этой отрасли. Но если бы я это каким-то образом имела к этому отношение, я бы все-таки продумала некую схему, потому что год культуры, это должно быть все совершенно ясно. И сколько мероприятий, и какие-то мероприятия, и кто их будет освещать. Чтобы это были не точечные какие-то варианты. Вот предложили, ведь как это бывает, мы предлагаем такой-то проект. Да, нам интересен этот проект, мы берем это все. Там будет создана специальная комиссия, которая будет регулярно предлагать, и, я так понимаю, оценивать результаты, которые будут. Понимаете, мне кажется, что это должно немножко идти как бы по-другому. Мне кажется, что страна должна сказать, мы хотим, у нас есть вот такие проблемы. Тогда другой вопрос, Валерий Иванович. Вы очень часто ездите за рубеж со своим коллективом. Скажите, пожалуйста, что во всех странах культура, это дотационная отрасль, не приносящая никакого дохода, является или социалка, или бюджетное финансирование осуществляется? Или все-таки нет? Ну, процент, который выделяется на культуру, там, конечно, больше, вот из общего бюджета. Это раз. Но второе, там очень мощно используются ресурсы общественные, потому что законодательство этому способствует. Это специальные законы? Да, конечно. Там выгодно быть меценатом, спонсором. И, должен сказать, что большие оркестры, там даже у каждого, там первый пульт свой спонсор, второй пульт, там это очень развито. И очень выгодно строить залы. Вот Москва, такой огромный мегаполис, да, крупнейшая музыкальная столица мира, живет на одном зале, большом зале консерватории, построенном 150 лет назад. Ну, может быть, не 150, консерватория 150, залу меньше. Еще пару залов. Залу меньше. Но в Москве с такой акустикой нет зала. Ну, с такой акустикой, да. А зачем зал без акустики строить? Сейчас на Западе на акустику уходит почти тот же бюджет, который мы были с нашим оркестром в Корее, там, трехтысячник. Потрясающая акустика, где вот шепотом разговариваешь на сцене и слышно каждое слово, понимаете? Ну, вот для того, чтобы все-таки культура была отраслью, которая приносила бы прибыль, как, на ваш взгляд, что нужно делать? Вот надо, прежде всего, закон о меценатстве, который с начала 90-х годов лежит и не дает ему ходу ввести в нашу практику. Почему этого бояться, аргументация никому не понятна. Ну, почему-то бояться не вводит. Вот, внятного объяснения этому нет. Я был еще при президенте Ельцине в Совете по культуре. Тогда это активно, за это воевали, обсуждали. Сейчас я тоже в Совете, при председателе Госдуме, в Совете по культуре, тоже активно обсуждается. И никак это не могут принять закон. Это, понимаете, нам сказали, ребята, социализм закончился, крутитесь как хотите. Ну, это значит, что нас выбросили на обочину, так грубо говоря. Ну, надо тогда создать какие-то условия законодательные для саморазвития. И вот мы создали фонд сами, как бы экспериментально, чтобы показать, что может общественность. И за 20 лет мы сделали немало. Это снимаем серьезную нагрузку с государства. Это, во-первых, и для общества выгодно, потому что равновесие в обществе появляется, когда каждый может себя реализовать. Объединяется по интересам, начинается активная жизнь, люди начинают понимать, что они как-то могут влиять на ситуацию. И уходит эта социальная напряженность, понимаете? Это во всех смыслах полезно стране. И экономическая составляющая, она у нас вообще не используется, потому что мы растим музыканта больше 20 лет за государственный счет. А дивиденды идут западным продюсерам. Это очень легко повернуть в нашу сторону. Это серьезные валютные поступления, которые при госконцерте были в советское время. Другое дело, что там артисты ничего не получали. Но государство хорошо получило. Сейчас надо какой-то баланс сделать. Это легко делается. Если бы, например, у нас было законодательство, связанное с меценатством, мы могли бы создавать эндаумент-фонды, как на Западе. Я вам скажу, что эндаумент-фонд Гарвардского университета 37 миллиардов. Они живут на процентах и очень хорошо сечут. Куда нам за ними гнаться? Надо нам создать эти ресурсы. У нас есть богатые люди, которые с удовольствием в это вложат. Но они это должны делать, нарушая закон сейчас. У нас очень большая страна, очень много регионов. И часто говорят, что культура в основном находится в центральных городах России. Хотел бы вас спросить, тот закон, тот указ, который был подписан, он направлен прежде всего на регионы. Там в законе прописано, что и центры будут культурные строиться. На ваш взгляд, меняется отношение к классической музыке, к русской музыке? Я скажу так, по моему мнению, меняется. В какую сторону? В лучшую. В лучшую. Но проблема, опять же, для рынка, для всей индустрии в том, что она никак не исследуется. Мы не знаем этих цифр. Ведь смотрите, есть же у телеканалов, у радиостанций, вы прекрасно знаете, меряются рейтинги, замеряются специальными фирмами, которые делают опросы. Каким-то образом эта статистика известна каналам. В нашей отрасли вы знаете такую статистику? Нет, ее нет. Я не знаю, ее нет. Никто не озаботился. А вот по-хорошему, вот начинать надо с этого. Понимаете? Потому что мы не понимаем своего рынка. Где у нас наш слушатель? Где он? Он есть в регионах или нет? Вы мне сейчас задали этот вопрос. Я не могу вам точно ответить на этот вопрос. Я не знаю. Потому что у меня нет этих цифр. Ваша радиостанция Орфей, она имеет выходы в регионы? Если да, то на этих частотах. У нас выход в регионы, мы вещаем в девяти городах. К сожалению, в Питере, это наша трагедия, мы имеем УКВ частоту. Потому что в Питере просто нет, это не потому, что мы такие ленивые. В Питере просто нет свободных FM частот. Невозможно. Пока невозможно. А это тоже целая история. Это надо разрабатывать частоту, это надо заявлять. Вы знаете, как это все происходит. Нужно идти на тендер, нужно выдерживать невероятную конкуренцию с коммерческими станциями. То есть это очень непростая история. Но тем не менее, у нас есть FM в Кургане, у нас есть FM в Смоленске, у нас FM в Москве, который нам очень тоже тяжело удался. Но мы гордимся тем, что мы сделали это. И вот сейчас, буквально перед Новым годом, вышла «Орфей Казань». Это тоже наша большая гордость. Потому что вот это как раз новый опыт для классической музыки – это меценаты. Это не мы выигрывали частоту, а они попросили у нас наш контент. То есть востребован. Они очень хотят в Казани. Казань – прекрасный музыкальный центр, кстати говоря, где в последнее время очень оживилась жизнь в области классических жанров. Там очень сильные традиции. Да. Там есть театр, там есть консерватория, там есть прекрасный зал. И они все это используют. И для этого нужна площадка для продвижения. Вот в данном случае «Орфей» является такой площадкой. А это должно быть в каждом городе, где есть музыкальный центр. Ну, дай Бог, чтобы эта тенденция развивалась. Я бы хотел одну реплику еще добавить к этому. Что у нас нет профессионального понимания подхода к самой функции культуры в жизни общества. Нужны специальные исследования, чтобы понять, что с культурой может быть, что может быть без культуры. Чтобы понимать, куда мы идем. Потому что мы на эмпирическом подходе это понимаем, те, кто этим занимается. То есть, если посмотреть на нашу историю, то все прорывы в науке, во всех областях были тогда, когда были накопления в культуре. Когда создавалась насыщенная интеллектуальная среда в обществе. И сам уровень идей, он был над... Это не открытие велосипедов. Это и отражался в музыке. Когда нет культуры, это и открытие велосипедов. Скажите, каждая эпоха, она привносит в историю страны определенную музыку, определенных композиторов. Ну, допустим, Великая Отечественная война. Шостакович, Седьмая симфония. Никто ее не забудет. Сейчас, кстати, только праздновали 70-летие снятия блокады Ленинграда. И, конечно, эта симфония, она звучит, наверное, у каждого человека, который знает, помнит и чтит. Скажите, вот сегодняшняя эпоха, она отмечена какими-то произведениями такого уровня? Вы знаете, я немножко издалека начну, но коротко. Дело в том, что у Орфея есть специальный проект, который называется «Арена молодых композитов». Это композиторы, которые действительно выпускаются консерваториями, они пишут свои большие симфонические, либо какие-то другие произведения, и обычно не могут их исполнить, потому что это очень дорого. Это надо нанять оркестр где-то, записать это все. И Орфей, будучи членом Европейского вещательного союза, где под эгидой ЮНЕСКО существует конкурс таких вот молодых композиторов, мы инициировали эту историю здесь. И каждый год у нас где-то мы отбираем по партитурам, наши специалисты-эксперты отбирают пять произведений, мы их записываем в пятой студии, они звучат, и посылаем туда вот на эту арену композиторов в ЮНЕСКО. И там уже общий мировой конкурс проводят, и вот за семь лет, которые мы этим занимаемся, впервые после 20-летнего или 50-летнего перерыва, впервые наш российский композитор вошел в тройку. Мы были безумно горды. Вы его, можно сказать, открыли, да? Практически, да. А что это означает для композитора? Это означает, что все радиостанции, входящие в Европейский вещательный союз, а это все радиостанции Европы, плюс ассоциированные члены Китая, и азиатские, и американские, они забирают это произведение, они обязаны его протранслировать. Для начала обязаны обратить внимание на это слово. Просто вот, если ты побеждаешь на этом конкурсе, все станции обязаны 9 раз за год протранслировать это произведение. Это колоссальное продвижение. Это колоссальный промоушен для этого композитора. Валерий Иванович, глобализация. В указе президента сказано о самобытности, о культурно-историческом наследии. Скажите, пожалуйста, от глобализации не может ли каким-то боком помешать все-таки сохранению исторического наследия русского государства? Если да, то как от этого уберечь русскую культуру? Да вы знаете, помешать может все. Важно, понимаете, как-то понимать специфику и профессионально подходить к той области, которой мы занимаемся. Если у нас идея в советское время проходила сверху вниз, то естественное прохождение должно быть снизу вверх. И вся надстройка государственная должна улавливать все, что снизу идет, ценное, и давать этому жизнь. Мы воспитываем нестандартных людей. Мы воспитываем людей, не похожих друг на друга. Мы воспитываем уников. Это тоже надо понимать. Это наша социальная функция и образовательная функция. Без этого не может быть исполнителя, не может быть композитора. И, собственно, даже в этом есть и ответ на ваш вопрос, как отражается сегодняшнее время. Оно отражается тем, что есть острая востребованность в самобытных людях. Если классика Моцарт, Гаин, Битковин, они, например, писали по одним канонам, которые возникли в обществе, нарушениях было табу, нельзя было. То 20 век как раз характерен тем, что индивидуализация стиля. Потому что востребованность личности именно нужна. И искусство всегда идет впереди. И, собственно, в чем наша функция? Мы разведчики. Куда дальше идти общество? А за нами должно идти общество. И вот музыка, ее основная функция, это та, что не может дать ни литература, ни живопись, ни какое другое искусство. Она, вот все, что наше сознание осознало из космоса, да, это маленькая толика, то, что мы можем назвать словами, чем-то еще из космоса микроощущений, которыми мы живем. Вот микрокосмос, да, вот музыка, это ее функция. Она как ничто может отразить этот микрокосмос, который не поддается никаким, как сказать, там... Вербальным описаниям. Абсолютно. Это то просто надо понимать и к этому правильно относиться. И талантам надо доверять. У нас их любят строить, как в армии, по ранжиру, да, а им надо доверять. И от каждого... Это поле, которое засеивается без всяких гарантий, что там зайдет что-то уникальное, но его надо засеивать. И ждать, и верить в то, что что-то появится. Это единственный путь. У нас, к сожалению, это не все понимают. И поэтому вот композиторы сейчас каждый пишет в своем стиле. Вот в этом, может быть, он отражает эпоху и востребованность этого, понимаете? Я прошу прощения, можно я добавлю сейчас два слова? Дело в том, что радио «Арфей» является наследником всесоюзной редакции радио. И от них нам досталась нотная библиотека. Сразу хочу сказать, что об этой библиотеке ходят всякие слухи, что она, как библиотека Ивана Грозного, неизвестно вообще где. С ней все хорошо, мы ее разбираем, она в разборе. И вот любопытная тенденция, просто это очень близко к вашему вопросу. Совершенно неожиданно мы обнаруживаем там достаточно серьезный пласт композиторов, которые писали 30-е, 50-е вот эти годы, то есть советский период. И совершенно неожиданно это никому не было нужно. Вот ноты лежат ни разу не выданные. И вдруг мы получаем просто серию запросов от наших друзей из разных стран. А у вас есть вот такие ноты, и называют как раз вот этот период 30-е, 50-е, а у вас есть вот этот. То есть пошло какое-то осмысление того периода 20-го века, который раньше был неинтересен. По-видимому, мы дошли как раз, вот они опередили ровно на 100 лет. И вот сейчас вот этот 100-летний период подходит с тем, что они начинают понимать и востребовать эту музыку. Это вот просто к тому, что действительно это то поле, та антенна, эти люди, это антенны. Они снимают какие-то на 100 лет раньше какие-то. Ирина Анатольевна, ну вот как вы планируете эти ноты? Надо же, наверное, их исполнять и, наверное, давать возможность слушателям услышать это. Да, мы планируем сделать что-нибудь, я не могу сейчас это не точно, это мои, так сказать, пока только планы, но мы бы очень хотели сделать проект, например, из архивов Всесоюзного радио, что-то. Потому что есть музыка вообще не исполнявшаяся ни разу знаменитых композиторов того периода. Да, есть музыка к телеспектаклям, которая не была записана. Есть разные-разные варианты, но для этого нам нужно просто все-таки закончить разбор нашей библиотеки, понять полный каталог вообще, что там есть, и из этого построить красивую историю, которая бы там в рамках концерта, в рамках каких-то вот проектов была бы интересна нашему слушателю. Мы будем обязательно этим заниматься. Желательно в год культуры, но не знаю, как получится. Валерий Васильевич, специфика русской музыки, в чем она? Я думаю, что прежде всего в искренности и проникновенности. Мне так кажется. Вот если посмотреть на мировую литературу. Знаете, наша страна, она уникальна. Я вообще считаю, что это заповедная зона культуры, которую надо охранять всем миром. И исполнительское искусство, и композиторское. Потому что то, что мы испытали, никто больше не испытал. Мы знаем края, мы знаем взлеты, мы знаем дно. Не все это знают. Нам видны и многие вещи. Мы знаем, что такое добро и зло. И, наверное, этим продиктовано. Потом сами масштабы страны, они как-то отрождаются на масштабе души. Понимаете? Наверное, в этом есть какая-то такая вот масштабность, я бы сказал, человечности. Вот в нашей музыке. Это я сейчас не научными термины говорю, а то, что приходит в голову, понимаете? Вот из нашего опыта. Это можно, может быть, и оспорить. Может быть, немцы скажут что-то другое, противоположное. Я не знаю. Но нам кажется так. И поэтому русскую музыку очень трудно играть. Шостаковичу очень трудно играть. Прокофьеву очень трудно играть. Потому что надо здесь пожить. Надо было пережить то время, которое он писал. А его никто не переживал. Его видят по фильму в искаженном виде. Наши фильмы там не очень смотрят. Те, что они там создают. Массовая культура отражает это. Они пропагандируют свои ценности, свои интересы в фильмах и других произведениях. Поэтому, да. Валерий Иванович, вы часто ездите со своим коллективом за рубеж. Скажите, пожалуйста, какие основные произведения вы там исполняете? И как к ним относятся те же самые европейцы? К русской музыке, где замечательно относятся. Мы обязательно ее играем. И современную играем. И, конечно, играем классику западную обязательно. У нас весь спектр есть. Поэтому у нас молодежный оркестр. У нас интерес к новой генерации всегда присутствует. К новым талантам. И композиторским, и исполнительским. Поэтому у нас много есть всяких таких остроумных находок. Есть какие-то эксклюзивные вещи, которые только мы играем. Потому что наши концерты проходят очень живо для любой аудитории. И, так сказать, высокоакадемичный. И не очень посвященный на всем. Мы стараемся так делать, чтобы она была всем интересна. Сейчас вот на Западе интересен очень композитор Александр Раскатов. Наш представитель нашей школы. Но он там давно живет во Франции. Сейчас, кстати, по всему миру с триумфом идет его опера «Собачье сердце». В Москве. В каком ученном заведении? В консерватории. Он моего поколения. И он написал такую симпатичную штуку для Кремера. Для его оркестра. Называется «The Seasons Digest». Это, так сказать, по временам года Чайковского. Он написал как бы свою версию. И назвал этот взгляд на времена года Чайковского из 21 века с точки зрения испорченной экологии. И мы делаем... Это музыка современной эпохи. Ну, это вообще музыканты не без юмора. Мы делаем сопоставление. Там цитату из настоящего Чайковского, потом, значит, его. Или первое деление делаем «Времена года Вивальди». Второе проходит очень здорово, остроумно. И сама у него интересная очень звукопись, ни на что они похожи. Очень оригинально. Ирина Анатольевна, вот у меня к вам такой вопрос. Часто можно слышать, что молодежи не обязательно знать и слушать классическую музыку. Им вообще, может быть, не нужно изучать историю 18-19 века. Может быть, более узко сузить спектр дисциплин, которые им надо изучать. Как вы на это относитесь? Вот эта вечная дилемма, что потребляют для того, чтобы больше потребляли делать для рейтинга какие-то программы. Либо все-таки воспитывать. Я отношусь к этому очень просто. К сожалению, вот, видимо, вот этот вот барьер 90-х годов сыграл очень плохую шутку с нынешним поколением. Вот было что-то прервано, как какая-то пуповина вот эта вот, которая сейчас мы вынуждены искать какие-то нечеловеческие сложные пути для того, чтобы достучаться до этих вот сердец 90-х. И я считаю, что, может быть, действительно не стоит делать какие-то сложные вещи, но элементарная, интересная музыкальная литература должны знать наши. Они могут не играть на инструментах, они могут не учить ноты, но они должны знать времена года Чайковского. Ну, это как, понимаете, это как, ну, просто какой-то набор, который должен знать любой человек. А что происходит, если этого не знаешь? Вот ведь искусство, они очень взаимосвязаны, они корнями друг в друга прорастают, да? Если ты идешь слушать оперу Евгения Онегин, ты обязан просто прочитать литературу и Пушкина с Евгением Онегином. — Хотя бы знать. — Хотя бы знать, что это. Если ты идешь слушать оперу Иван Сусанин, ты должен знать исторические факты, которым она посвящена. Ну, хотя бы в либретто человек это прочтет, понимаете? Если вы смотрите на какую-то картину, там тоже масса используется сюжетов и музыкальных, и литературных. То есть это все очень переплетено. И человек, который смотрит на эту картину и не может понять, про что она, потому что ему недавно, он не понимает, что там. — Он не изучал. Вот вы сказали, Иван Сусанин. 1612 год. Русский крестьянин пожертвовал собственной жизнью для того, чтобы завести польский отряд в болото. — Это история патриотизма. Это история гражданина России. И в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину. И насколько я читал, что это произведение, оно как книга. Состоит из глав. И каждая глава посвящена определенному событию. Вот скажите, как вы думаете, как надо популяризировать классическую музыку, в данном случае, допустим, Иван Сусанин среди молодежи? — Какие примеры вы могли бы привести, как это надо делать? Ведь это нужно не только слушать, об этом надо рассказывать. — Вы знаете, вот здесь опять встает тот самый вопрос. Для какой аудитории? Она разная. — Или молодежной? — Нет, секундочку. Молодежная бывает разная. Молодежная, живущая на Чукотке или где-то в тундре, это одна аудитория. Ей нужно начинать все с нуля. И как-то делать какую-то упаковку и что-то придумывать такое, чтобы она просто заинтересовалась, для начала поняла про что. Аудитория, которая живет в Москве и Питере, это совершенно другая аудитория. Ее нужно чем-то заинтересовать абсолютно другим способом. Поэтому все зависит от того, кому ты несешь эту информацию. Все-таки что это такое за аудиторией. И мне кажется, все-таки здесь сейчас очень интересный тренд вообще наблюдается. Это исторически. Сейчас все увлекаются историей. Появилась масса журналов. Журнал «Дилетант» там исторический. Различные документальные фильмы, слава богу, оживились очень. Они очень интересные какие-то факты. Много, да, даже каналы есть, специальные кабельные каналы, которые занимаются документалистикой. Мне кажется, все-таки путь к сердцу молодежи – это все-таки через такую популяризацию именно музыкальной истории. Вот имена, через которые мы выходим на какие-то истории. Через истории мы выходим на их музыку. Через музыку мы выходим, опять же, на историю страны. Туризм. Я не знаю, это масса, абсолютно масса каких-то приемов. Потому что, поехав, скажем, в туристическую поездку куда-нибудь в Тамбов, нужно посетить Ивановку. Там жил Рахманинов. Посмотрев эту Ивановку, невозможно не послушать прелюдию Рахманинова. Невозможно не послушать его оперы. Послушав его оперы, невозможно не почитать про него, что же это вообще было такое. А ведь Рахманинов для России сделал огромное количество всего, в том числе и в Отечественную войну. Он просто переводил средства и строил танки на свои средства. Хотя был человеком, который уехал туда, на Запад, но он поддерживал Россию. И мне кажется, через такие исторические факты можно привлечь. Это очень интересно. И тогда будут слушать. Будут слушать. Будут слушать. Почему, например, исторический факт, почему в Израиле до сих пор запрещен Вагнер? Там не исполняют Вагнера. Почему? Вот задайте этот вопрос молодежи. Я вас уверяю, они пойдут и почитают. И постараются найти ответ на этот вопрос. То есть нужна интрига. Нужно постоянное обращение к их любопытству. Но и само собой очень важно, через что мы задаем эти вопросы. Потому что, конечно, молодежь сейчас – это другие информационные платформы. Это iPad, это iPhone, это специальные программы в телефонах. Это какие-то вещи, которые мне, может быть, даже и неизвестны. Но надо идти туда. Это цифровые технологии, которые должны работать для продвижения классической музыки. И здесь, конечно, это надо нам уже, людям, которые вещают, которые исполняют. Это надо работать мозгами, придумывать какие-то такие вещи, программы специальные, возможно. Я надеюсь, что мы вместе найдем способы популяризации классической музыки. И мы с вами об этом говорили, Ирина Анатольевна. Я надеюсь, что совместная программа Института, Радио Орфей и Канал Просвещения будет как раз нацелена именно на то, чтобы классическая музыка, российский композитор, в первую очередь, была интересна и доступна для нашей молодежи. Я благодарю вас за интересную беседу. И напоследок хотел задать вопрос. Что вы ждете от 2014 года, от Кода культуры? Я, честно говоря, ничего особенного не жду. Но очень хотелось бы, чтобы просто деятели культуры и те, кто этим профессионально занимается, профессиональное сообщество, было услышано. И те вопросы, стратегия, которая нужна в этой сфере для ее сохранения, каким-то образом дошла до нужных инстанций. Вот это, мне кажется, было бы самое главное. Ну, знаете, у нас каждый год есть 8 марта, да? Но это не значит, что мы в остальные дни должны плохо относиться к женщинам. Но, тем не менее, такой праздник нужен. И это год. Если это будет действительно праздником, и как-то будет подлинное внимание к этим проблемам, а не для галочки что-то проводиться, он принесет огромную пользу. Я полностью согласна с Валерий Иосифовичем. И, конечно, мое пожелание как вещателя, как человека, связанного с системным подходом, это, безусловно, выработка стратегии работы с культурой. Культура очень многое может дать государству, и может даже сама купаться. Но для этого нужна индустрия, выстроенная, продуманная и работающая как часы. Я должен сказать, что наша сфера – это предмет общенациональной гордости и мировой. Она должна стоять на витрине государства. Она у нас пока где-то в чулане. И достают ее только тогда, когда нужно какой-то хороший концерт. Да, уже, да. Вы знаете, буквально еще одну минуту. Я всегда вспоминаю печальную историю Цхинвала, когда первый раз я видела, как на втором канале было сняты вести из сетки, убраны, и вместо них поставили концерт в Цхинвале Гергиева, когда он играл Шостаковича. То есть даже такой святой, это же священная корова, новости, вести были сняты, и поставлена классическая музыка. Потому что ни одна другая музыка там бы не звучала и не смогла бы звучать, кроме этой. И вот это, собственно говоря, это картина того, что должно быть всегда. Это действительно витрина. И это надо ценить, и пользоваться этим гораздо чаще. Я благодарю вас за интересную беседу, а нашим телезрителям напоминаю, что сегодня мы говорили о роли музыки в жизни человека, о духовном возрождении российских народов и эффективном сохранении историко-культурного наследия, значительной частью которого является наследие музыкальное. С вами была программа «Высшая школа» и я ее ведущий Владимир Косинчук. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин